Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Вита. И сегодня я выполняю свое обещание. Как наобещала я с Трикороба, давно уже вы ждете обзор на палетку от Марио. Она называется Master Matte. Она уже несколько лет на рынке. У меня она, наверное, несколько месяцев, и она быстро стала незаменимым продуктом в моем кейсе. Давайте поговорим о ней поподробнее. В ней 12 теней. Они все матовые. Вот так вот выглядит задняя сторона. И здесь раскладочка теней, а не просто по номерам. Матовый первый, второй, третий, четвертый и так далее. Здесь в каждой тени по одному грамму продукта и всего 12 грамм продукта, так как 12 грамм теней. Это палетка теплая. Единственные цвета, которые нейтральные либо холодные, это вот самый светлый. Вот этот вот коричневый довольно-таки нейтральный, темный коричневый холодноватый, ну и черный, понятно, холодный. А все остальные цвета уходят либо в желтый, либо в горчичный, либо вот есть такая красноватая секция тоже, они уходят в красный. Особенно если у вас нейтральный либо розовый потон кожи. Поэтому эта палетка больше всего подходит, конечно, загорелым девчонкам, либо если у вас такой золотой оттенок кожи, такой средний оттенок кожи, не слишком светлый. Совсем светленьким девочкам я не очень ее рекомендую, потому что будут некоторые оттенки, которые будут смотреться желтовато на вас. Давайте я вам покажу палетку Mario Ethereal Eyes. Если вы один из счастливых обладателей этой палетки и успели ее заполучить, я просто вам хочу показать разницу. Во-первых, разница в упаковке. Они обе белые, но Master Matte, она немножечко глянцевая. Здесь она, не могу сказать, что матовая, но, наверное, такая матовая и даже по ощущениям, да, вот эта палетка, она глаже, вот эта вот немножечко такая шершавенькая и почему-то она холоднее. То есть она, не могу сказать, что здесь она не металлическая, это пластик, но вот какой-то другой пластик. И здесь в этих палетках одинаковое количество цветов, по 12 цветов, но в Material Eyes есть еще цвета сияющие. В Material Eyes есть несколько тепленьких цветов, но также есть и холодные оттенки, розоватые оттенки, поэтому она намного холоднее, чем Master Matte. Я хочу обратить ваше внимание на то, что количество продуктов в этих палетках одинаковое. Рефилы выглядят по-разному, но что здесь по одному грамму продукта в рефиле и 12 теней, что здесь по одному грамму продукта в рефиле и 12 теней. Я сделаю несколько макияжей с этой палеткой, чтобы показать вам всю ее красоту, красоту формулы, красоту оттенков. Начнем. Начну я с вот этого макияжа. Если вам интересно, как я его сделала, продолжайте смотреть, и будет еще несколько макияжей. Приступлю к первому макияжу. У меня уже есть база на глазах, 24 часа от MAC, и есть межресничка черным стойким карандашом. На лице у меня сегодня тон от Gucci с добавлением бронзера от Milk и несколько консилеров. В принципе, и все. Шарлоттой я сделала коррекцию и чуть-чуть добавила румян кремовых пудрами, пока ничего не закрепляла. Потому что, мне кажется, если мне что-то опадет под глаза, я лучше консилером почищу, потом закреплю. И хочу сделать такую... История понятна, что все макияжи будут матовые. Я думаю, я сделаю, наверное, внутри макияжа, да, сделаю с этой палеткой. И сегодня хочу сделать такую какую-то историю. Растушеванную стрелочку. В общем, давайте начнем. Я возьму растушевочную кисть, но не слишком широкую. Давайте сначала посмотрим, что у нас тут подскаталось чуть-чуть. У меня остатки консилера, поэтому я это все расправляю. Беру вот этот вот оттенок и чуть-чуть подстрою форму. Во-первых, начну затемнять уголок внешний. Это получается оттенок... То есть они по номерам идут. Раз, два, три, четвертый оттенок я взяла. Так, и оттенком посветлее я все это потушевываю. Вот тут вот кончик особенно. Возьму кисть поменьше и вот этим оттенком вторым я вот тут вот уведу коррекцию из носа в складочку. Чуть-чуть, сильно я не темню здесь. И светлым оттенком, самым светлым оттенком номер один. Он такой, знаете, вот как ластик. Люблю этот оттенок. Вытушевываю. Тем же бочоночком буду затемнять и возьму вот этот оттенок. И прохожусь по внешнему уголку, опять же, затемняю. И чуть-чуть добавляю вот здесь. Первый оттенок потемнее. И повторяю ту же самую историю. Прямо с центра начинаю глаза. Я просто потихонечку от светлого к темному выстраиваю форму. Конечно, если хочется все это быстрее как-то сделать, можно сделать тушевочку коричневым карандашом и потом это закреплять тенями. Мне хочется палеткой это сделать, потому что тени пигментированы, тени хорошо наслаиваются, хорошо ложатся. Я хочу, чтобы вы увидели, как они легко друг в друга втушевываются. И тем же самым оттенком, прям вот в зеркало его вот так вот вбиваю. Сейчас я возьму консилер от Tom Ford восковый. Можно брать любой консилер, который хорошо подчищает тени. И чуть-чуть пройдусь вот тут вот, чтобы у меня остренькая была тушевочка. Тушевочка прям в стрелочку выходила. Теперь светлыми тенями я смешиваю вот этот оттенок с вот этим. Я вот тут вот увожу эту как бы стрелочку прям, чтобы она соединилась со складочкой с тушевкой вот здесь вот. Так, чтобы мягкая была. И беру темно-коричневый оттенок. И им прохожусь прям по ресничной линии. Здесь вот. Все той же кистью я работаю. Теперь я добавлю, это вообще такой продукт, это белые румяна от Митчелла. Их нужно добавлять в другие румяна, чтобы их отсветлять. Но можно брать любой белый карандаш. У меня сейчас нету под рукой карандаша моего NYX, поэтому я использую этот продукт. Просто такой стойкий полуматовый флюид. И можно использовать любую светлую помаду. Ну, консилер там на крайний случай. Я консилерами не очень люблю вообще на века лезть. И вот тут вот высветляю серединочку. Такая подложечка будет светлая. Я беру чистую кисть. Самым светлым оттенком я закрепляю вот это вот пространство. Прям припечатываю. Внизу тоже. И тушевочной кистью, первой, которую использовала, я вот этим оттенком чуть-чуть подтушевываю. Тут вот границу. Чтобы такой был плавный переход из практически белого в нюдовый. И вот этим оттенком темно-коричневым я чуть-чуть подведу нижнее веко. Но я его не вот здесь подвожу, потому что, видите, у меня как бы стрелка идет вот тут вот. А, наверное, ну, там полсантиметра отступаю. И вдоль ресниц просто эту тень чуть-чуть подтяну. Вот так вот. Но, видите, мне вот тут вот вообще пусто. Вот тут вот тень. Я нанесу черный. Так. И опять же, я его в центр наношу. Возьму просто карандаш для бровей. Это NYX в оттенке Cool Ash Brown. И им подведу внутренний уголок. Во-первых, он не такой темный. И я прямо вот сюда в черную слизистую его втушевываю. Я сейчас накрашу ресницы, подкручу их. Может быть, что-то там подклею по настроению и к вам вернусь. Я добавила пучки, только в уголки глаз. И накрасила ресницы. Тушь у меня была от Tower 28. Я ее уже показывала. Люблю и обожаю. Уже одну закончила. Новую себе купила. И на губах у меня всю дорогу была вот такая вот комбинация. Это карандаш от Make Up For Ever. Это оттенок 506. Потом был цвет вот такой персико-розовый. В центр губ. Но он у меня такой чуть темноватый, красноватый. И поэтому я... Это от MAC NUES Moscada. Это была лимитка. Но таких куча оттенков, если вы хотите такие же губы. Сверху я нанесла помаду от MAC. Thanks, it's MAC. Один из моих любимых оттенков. Вот так он выглядит. Он очень сияющий прям в цвет губ. Поэтому, когда я его нанесла вот сейчас поверх вот этой его помады, смотрите, какой просто оттенок получился такой поярче. Вот так вот. В общем, вот такой вот получился первый макияж. Идеально тени втушевываются друг в друга. Я, знаете, даже когда закрепляла под глазами пудрой, думаю, сейчас я уберу какие-то осыпашки, а смотрю, а там и осыпашек-то никаких нету. Нечего убирать. То есть я просто закрепила пудрой, расправила консилер. Все. Отлично. Даже ничего не насыпалось. Хотя я работала кистями такими довольно-таки пушистыми. Даже маленькой кистью у меня был пушистый бочонок. И я наслаивала темные оттенки. И ничего нигде не осыпалось. Обожаю. Я сегодня использовала много оттенков в палетке. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Семь оттенков я использовала. Вот весь светлый ряд. И я вот этих ребят очень люблю вместе миксовать. Мне нравится, что светлый оттенок светлый. Что он прям выбеливает. Смотрите, вот у меня, наверное, сколько? Ну, минут 15, да, уже макияж глаз, пока я там доделывала кожу. И все равно он таким же и остается. Он не тускнеет. И это замечательно. Плюс я его люблю подмешивать вот в эти вот оттенки. Тоже как бы прям туда-сюда, туда-сюда тыкаю на кисть. И все это перемешивается. Вот верхний ряд я весь использовала, получается. Потом вот эти два средних оттенка я использовала. Вот этот, конечно, уходит в красный. Но вот этот вот коричневый, очень такой хороший, нейтральный коричневый, красивый цвет эспрессо. Такой тоже темно-коричневый, не уходит ни в красноту, никуда красивый. Вот. Ну, осталась у нас вот эта вот красноватая история. В общем, все оттенки попробуем. И просто сделаю еще несколько вариантов макияжей для разнообразия, чтобы в полной красе вам показать палетку. Начну второй макияж. Сегодня хочу сделать коричневые смоки. Поэтому у меня уже есть черный карандаш в межресничке. И база 24 часа от мак. Я возьму пушистую кисть. Не сильно большую. И начну со светлого оттенка. Вот этот вот оттенок. Я его чуть-чуть в складочку сейчас добавлю. Он прям такой светлый-светлый, еле заметный. Но я им наметки формы сейчас сделаю. И теперь вот этим оттенком потемнее углубляю эту всю историю. И добавляю вот здесь вот уголок. Тоже затемняю. Вот этот оттенок потихонечку-потихонечку затемняю и ухожу все ниже и ниже. То есть такой осенний макияж получится. Горчичные тона будут. Я обычно такое дело люблю делать на подложку. Ну просто потому что так быстрее какие-нибудь кремовые тени быстренько намазать. И потом уже набивать сухие. Но сегодня я решила просто взять палеточку. Не срезать углы. И по нижнему веку этим же оттенком прохожусь. Светлым оттенком потушевываю нижнее веко. И беру оттенок еще темнее. И его прям вот по ресничной линии чуть-чуть набиваю. И вот сюда в уголок. Чтобы было поплотнее, потемнее. И возьму плоскую кисть. Вот этим коричневым оттенком пройдусь прям по ресничной линии. И на нижнем веке тем же оттенком прохожусь. Прям по ресничной линии. Ну в общем макияж на хэллоуин готов. Я прям предлагаю вот такой образ. На самом деле я сейчас почищу чуть-чуть фингал по глазам. Вот такую кисточку консилер наберу. Так, в руку обязательно вот так вбиваю. И как ластиком сейчас потушу вот тут вот границы. У меня тут что-то еще чуть-чуть, пару моментов осыпалось. Их тоже сразу же почищаю. Так, пришла собака ко мне. Поддержать меня морально в такой трудный период макияжный. Так, вот тут вот можно в углу глаза тоже почистить. Если сильно там натушевали фингалы. Тут можно чуть-чуть. Коричневый карандаш нанесу на слизистую. У меня это карандаш кофе от MAC. Я закончила макияж. Добавила тушь MAC так, водостойкую. И поменяла губы. В первой части видео у меня был помада-карандаш от Nars в оттенке Dolce Vita. И карандаш для губ у меня был Patrick Ta. She is Humble. А сейчас у меня карандаш 506 от Make Up For Ever. Patrick Ta помада She is Anapologetic и блеск для губ сверху Bitter Cherry. Это Lime Crime. Практически я уже его заканчиваю. Вот такой вот макияж сегодня получился. Скажите, пожалуйста, как вам? После двух макияжей осталось нетронутыми три оттенка. Вот это вот красная история. Два цвета и черный. Сегодня я практически два верхних ряда использовала. И вот нижний и коричневый тоже. Все вместе тушевала. Тени тушуются хорошо. Мне кажется, на камере вот чуть-чуть съедаются какие-то промежуточные оттенки. И кажется, что я на ней дотушевала. Но в жизни у меня тушевочка вообще замечательная. Я уже, знаете, на камеру смотрю, тушую, 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 тушую. В жизни смотрю, ну блин, идеально. Короче, поэтому я не знаю, как это сейчас выглядит. Все-таки смотрите, блин, ну панда. Просто полная панда. Но я вам обещаю, все дотушевано. Третий макияж я начну с коричневого карандаша от NYX. Такой он темно-коричневый цвет, цвет кофе. Это технический карандаш. Значит, что он восковый, он не застывает. Но вот это, кстати, держится довольно-таки хорошо. Но я буду им выстраивать форму. Хочу сделать какую-то графику, стрелки, верхнюю стрелку. В общем, как пойдет. У меня на глазах уже есть база 24 часа от MAC. Уже по традиции. И есть черный карандаш в межресничку. Я начну со стрелочки. С середины века вытягиваю прям длиннющую стрелку. Я не особо люблю делать всякие крылья. Поэтому я просто опускаю чуть-чуть линию стрелки. И вот вывожу. Люблю длинную прямую стрелочку. И прям примерно вывожу. Беру тоненькую кисть и сейчас буду подчищать. Здесь главный залог успеха это точить карандаш. Я прям несколько раз точу карандаш. Потому что тупым карандашом работать это издевательство над собой. Сейчас буду выводить вторую стрелочку. Прямо вот из своей складочки. Главное, чтобы вот эта линия не вниз шла, а как бы вверх уходила. Вот так. И тоже можно ее почистить. Но я ее так, знаете, подтушевываю. Даже больше, чем подчищаю. Так. И вот эту вот стрелочку я продлеваю. То есть у меня форма аж за бровями. А, ну пускай так и будет. Так. Вроде бы вывела. Симметрию. Еще раз точу карандаш. И внутренний уголок сейчас хочу вывести. Сажу из серединки. Вот так. И буду делать такую форму. Треугольничек сверху. Вот тут хочу. Вот так, смотрите, вообще шикардос. Может чуть-чуть пошире. Так. О, отлично. О, отлично. У меня, смотрите, насколько больше сразу стал глаз. Тут можно почистить, чтобы вот прям был остренький кончик. Тут вот у меня стрелочка толще, чем вот здесь. Я поддобавлю. Тут вообще, конечно, тяжелее всего вот эту симметрию выстроить. Вроде нормально. Вроде нормально. Сейчас будем тенями закреплять. Вообще будет красота. Я сейчас возьму кисть для стрелки, тоненькую, и буду ей закреплять. Возьму темно-коричневый цвет, смешаю его с черным. Вот так вот прям черный, коричневый, черный, коричневый. Потому что это черный, он такой, в нем прям аж синюшность видна. Такой трушный черный. Я не хочу, чтобы у меня был прям черный оттенок. Но темно-коричневый мне подойдет. И потихонечку закрепляю всю эту стрелочную историю. Тоненькая кисточка при мне. Я ей подчищаю. Вот тут вот больше черного добавила. Наверх хочу добавить больше коричневого. Полградиент красивый. В принципе, можно оставить и так. Но я сейчас прям самыми светлыми цветами вот как бы соединю, но прям светленьким. Вот этот оттенок беру. Вот сюда вот. Вот так соединю. И уголки тоже закрепляю. Темно-коричневый цвет возьму. И вот этот вот внутренний уголок я тоже добавляю вот этот оттенок и просто подтушую. Потому что я не знаю, что я буду делать внутри. Сейчас, наверное, просто светлым это все. Остался красный оттенок. И я, конечно, уже вот так, знаете, куда придется. Сейчас я его ставлю просто, чтобы он где-нибудь был. А вот сюда, вот сверху можно добавить. И теперь возьму белый карандаш от NYX. И вот тут вот по верхней границе пройдусь. В кисть его вработаю, чтобы она у меня почетче была, чтобы контраст был повыше. Все. Мне нравится вот такой вот вид. Поэтому я сейчас просто смешаю вот эти два оттенка, светлый и вот этот вот, на пушистенькую кисть, но не очень большую. И заполню серединку. Вот такую возьму. Нижняя века я оставлю голым. Я сейчас подключу ресницы, наверное, что-нибудь подклею. Тут прям нужно чуть-чуть. И к вам вернусь с законченным макияжем. Я еще добавила нюдовый карандаш на водную линию. Это у меня карандаш был от MAC. Уже не знаю, куда я его засунула. И чуть-чуть подвела вот ресничную линию подводкой и вот кончик подводкой тоже вывела, чтобы он был поострее. И у меня подводка Wet n Wild. Я ее обожаю. Она называется Skinny Waterproof Liquid Eyeliner. И вот нужно брать именно Skinny, потому что смотрите, какая она тоненькая. Это самая тонкая подводка кисточкой, которую я когда-либо видела. Да и не кисточкой. Она настолько тоненькую линию рисует, что ей вырисовывать внутренние уголки. Я люблю вот реснички, когда наклеишь, ей закрывать реснички, чтобы не толсто было. Прям замечательно обожаю ее. Я наклеила ресницы, наклеила пучки. Прям серьезно так занялась сегодня этим вопросом. И прокрасила ресницы тушью. Также подкрасила губы. У меня вот такая вот комбинация на губах сегодня. Карандаш 506. Это Make Up For Ever. Потом Charlotte Tilbury Nude Talk помада. Он прям такой нюдовый, но он темноватый. Вот такой вот он для меня. Поэтому я сверху добавила блеск. И это MAC в оттенке Бют Брют. Это была лимитка прошлого Нового года. Вот так вот он выглядит. Сверкает. Плампер желтоватый. Такой отлив цвета меда. Вот такой вот получился финальный образ. Мне очень понравилось. Потому что я когда начинаю делать графику, я прям обожаю графику всей душой. В общем, скажите, как вам? Конечно, сложнее всего в этой истории выводить два глаза, чтобы было более или менее похоже, чтобы была симметрия. Давайте обсудим палетку. Все цвета я использовала в палетке. И что хочу сказать. Официальный мой вердикт. Во-первых, мне нравится размер. Мне нравится, что она компактная. Мне бы хотелось, как я уже говорила, чтобы она была немножечко поуже, чтобы можно было, когда ей красишься, не вот так вот ее держать в руке, а вот так вот. Потому что прям напрашивает этот момент. Получается не очень удобно ее держать. Это хорошее рабочее зеркало, в которое можно краситься. Здесь буквально четыре нейтральных тире холодных оттенков. Все остальное теплое. Поэтому не надо кричать, что она желтая. Я знаю, что она желтая. Но вот такая вот она есть. Она максимально похожа на палетку от Патри Кота новую. Помимо того, что у Патри Кота есть кремовые продукты. В принципе, там цвета плюс-минус одинаковые. Но у Патри Кота вот нижний ряд похолоднее будет. Но я этой палеткой довольна. Я ей сама пользуюсь прилично так. Но в основном она у меня, конечно, лежит в кейсе. Потому что здесь очень много загорелых девчонок. И вот на них эти цвета прям отлично смотрятся. Для меня, конечно же, я предпочитаю больше палетку Ethereal Eyes. Потому что там цвета, которые более комплиментарны моей коже. Но эта палетка, если не рассматривать ее неумолимую теплоту. И не брать это в виду. И что не всем это может нравиться. То по качеству она просто замечательная. Тени отлично тушуются. Они не сыпятся под глаза. Очень мало всяких осыпашек. Они совсем сухие. У них такая как бы мягкая формула. И поэтому они отлично тушуются. Хорошо набираются. И они не затираются. У меня есть вот тут вот одна тень. Вот эта вот кажется, что она затерлась. Но она не затерлась. Я просто когда свочила эту палетку, я в нее мокрым пальцем залезла. Которую только помыла. Поэтому это моя вина. Я надеюсь, вам было полезно это видео. Если это так, то пожалуйста, подписывайтесь на меня. И поставьте этому видео лайк. И давайте обсудим эту палетку в комментариях. Есть ли она у вас. Хотите ли вы ее купить. Может быть, после этого видео ваше мнение или решение о покупке этой палетки поменялось. Я жду вас в комментариях. И спасибо, что вы смотрели это видео и были со мной. Всем до скорых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok